Всем здарова! Наступил тот долгожданный день, когда я сделаю самую нужную для себя самоделку. Давайте не будем долго разговаривать, просто приступим и вы все поймете сами. Поехали! Я надеюсь вы все видели самоделку из колодок тормозных. Кто не видел, сейчас вылезет подсказка и можно посмотреть это видео. Вот такая была струбцина, сейчас я от нее отпилю одну запчасть. Как уже стало понятно, эта часть, это вот эта вот широкая гайка, которая мне непосредственно понадобится для моей сверхнужной для меня самоделки. Сейчас ее почистим, все лишнее уберем и приступим к дальнейшей конструкции. Так, ну все. Все, превратили нашу гайку в почти что новую. Теперь отложим в сторону и приступим к другой запчасти. Есть у нас вот такая вот шпилька, ее надо отрезать по 10 сантиметров в два кусочка. Но если в тебе течет кровь викингов, ты конечно можешь взять и поломать ее. Хочу поблагодарить вас, мои подписчики, за вашу активность. И чтобы порадовать вас, я совместно с создателями игры Викинги провожу конкурс. Главный приз iPhone XS. Согласитесь, что очень круто получить iPhone за то, что играешь в любимую игру. Викинги уже разыграли 32 айфона. Кто не знает, викинги это прикольная стратегия на мобильном, типа старых героев. Викинги это постоянная война между кланами, захватнические рейды и куча интересных квестов. Красивая графика и динамичный кеймплейт. С этой игрой ты почувствуешь себя настоящим воином викинга. Итак, ребята, что нужно сделать, чтобы получить свой приз? Для того, чтобы получить свой новенький iPhone XS, скачайте викингов по ссылкам в описании и дойдите до 10 уровня дворца. Розыгрыш состоится 5 марта. Ребята, каждый ваш переход по моей ссылке помогает моему каналу в развитии. Качайте викингов именно по ссылкам, которые находятся в описании и вдобавок ты получишь 200 голды и бесплатный щит. Не забудь досмотреть это видео до конца и обязательно ищи меня в игре. Бородатый мастер, вперед! С помощью силы викингов я отломал два куска от нашей шпильки. Теперь их надо обработать, чтобы вот эти края не цеплялись за наши ручонки. Следующее, что предстоит сделать, это на эту шпильку напялить вот такую трубу. В итоге у нас получается вот таких вот две колобашки. Так, ну и что же у нас вышло? У нас получился метчикодержатель. Давно он мне нужен был. Не раз я видел в комментариях, что испытания проводить, я думаю, ни к чему. Все жестко сидит, 100% все сделает, свою работу совершит. Просверлил я два отверстия под два вида метчиков. Больше отверстия и чуть меньше. Под маленькие метчики и еще больше. Также осталось четыре стороны свободные. На этих четырех сторонах можно сделать еще четыре отверстия под другие метчики. Я считаю, что достойно получилось. Если тебе понравилось видео, поставь лайк. Напиши в комментариях, что может быть здесь не так. Что, по твоему мнению, может не работать. Ну а если ты не подписан на канал, подписывайся. Жми на колокольчик. И тебе будут приходить уведомления, что у меня вышло новое видео. Ну а на этом, наверное, все. Всем пока-пока. До скорой встречи. До скорой самоделки. До скорой встречи.